Так, всем привет, с вами Топгейм, и сегодня мы поговорим про батальону поддержки. Собственно говоря, составим мы небольшой тир-лист, проставим все от самых полезных до самых бесполезных. Ну, начнем мы с самых бесполезных. Причем, замечу, бесполезные они в средней ситуации, но все еще в каких-то ситуациях, допустим, можно будет найти применение, хотя не все. И давайте начнем просто слева направо, поговорим немножко о каждом и найдем им всем позицию. И разведывательные броневики я помещу в D. Объясню почему. Во-первых, в целом, практически вся разведка на самом деле малополезна, но именно броневики имеют самые большие показатели, плюс дают минимум брони, но на самом деле эта броня практически любым войсками пробивается, поэтому про это можно забыть. Стоит при этом как бы чуть больше, потому что нужно броневики еще поисследовать, попроизводить. То есть я бы не называл их какими-то сильно полезными, если только вы не строите какую-то супероборону, чтобы вражеские тактики пробивать и, получается, от какой-то обороны играть. В целом, разведка по себе не полезная. Туда же мы придем к обычной разведке, поговорим про нее, она точно так же очень малополезна, хотя бы броневики дают самый большой банус. Вот эта разведка дает очень мало чего, поэтому я бы сказал, она стоит только ранга F. И сразу можно поговорить про танковую разведку, и я бы отнес их все-таки к C. Они лучше, потому что они реально дают какую-то броню, хоть и легкую, и если у врага нет ничего на пробитие, то на самом деле они могут представить этот баф от брони. Но из-за того, что сейчас еще понерфили механику брони, на высшие цитира они на самом деле не поднимутся. Дальше у нас идут инженеры. Это однозначно S-тир по многим причинам. Во-первых, они позволяют уменьшать, где-то вообще полностью избавляться от дебафов. В этой игре дебафы намного сильнее влияют на выскочен бафы. То есть дебаф в минус 20% нужно перекрывать не плюс 20%, а большим процентом. Соответственно, каждое уменьшение этих дебафов очень важно, но это только часть. Кроме того, они дают возможность получить больше бонусов от укрепления, следовательно, очень-очень усилить ваши войска. Поэтому точно S-тир. Так что идем дальше. А дальше у нас госпитали. На самом деле также F-тир. Они стоят очень дорого. Это и до поснащения, и машины. Соответственно, очень реально дорого. Это чтобы поставить каждую пехоту, вам придется раскошелиться. А дают они совсем мало. Они дают вам небольшое сохранение людских ресурсов. Но надо понимать, что сами они по себе тоже требуют людских ресурсов, чтобы добавить их в дивизии. То есть, ну, обмен плюс-минус такой же. На какой-то очень большой дистанции это может сыграть роль. Ну, минимальный на самом деле. Если у вас не хватает менпауэра, значит вы куда-то его не так потратили. Это если вы на большой стороне. Если вы на маленькой стороне, то у вас нет ресурсов, чтобы позволить себе на самом деле вот это в дивизии. Вам лучше поставить эти ресурсы во что-то еще. Ну, еще они, конечно, дают этот микро-бонус к уменьшению потери опыта. Но на самом деле, опять же, тоже это совсем небольшие проценты, которые не стоят своих затрат. И вот мы перешли к огнеметным танкам. Здесь у нас их три. Легкие, средние и тяжелые. Легкие сразу можно поставить в F-тир. Потому что легкие совсем на чуточку дешевле средних. И если на самом деле вы начинаете делать огнеметные танки, вам проще делать средние. Легкие просто неэффективно по ресурсам. Средние совсем чуть-чуть дороже, но при этом намного лучше. Средние мы направляем в A-тир. Им немножко не хватает до 10-тира, потому что все-таки это дорого. И поставить в пехотной дивизии, допустим, было бы, ну, очень дорого. С другой стороны, их требуется не так, что и много. Поэтому какие-то основные дивизии вы ими сможете покрыть. Но эффект от них очень большой. Они перекрывают очень много дебафов. Следовательно, они очень помогают. Плюс они еще могут дать брони вашим войскам, что же приятно. Следовательно, очень полезный паталон поддержки. Я бы рекомендовал его ставить на какие-то дивизии, которые именно атакуют. Ну и у нас есть тяжелые огневетные танки. Я сначала думал в B-тир, но на самом деле B-тир, они не достойны. Тяжелые танки в этой игре сейчас, по крайней мере сейчас, очень занерфлены. Они очень дорогие, а характеристики их не настолько хороши. Если взять первые тяжелые танки, то характеристики их буквально практически идентичны со средними танками. Хотя стоят они в три раза дороже. То есть и на дистанции, точнее с каждым новым уровнем, они их, конечно, ставятся получше. По броне, по прорыву. Но это того не стоит. Это слишком дорого. В средних вполне хватает. Тем более, что самая главная часть огнеметных паталонов поддержки именно в снижении дебафов. То есть это либо средние, либо легкие. Но опять же, так как легкие совсем чуть-чуть дешевле средних, вы почти всегда хотите именно средние. И дальше у нас снабжение. Это точно B-тир. Они не везде нужны, потому что есть территории, где вам просто они не понадобятся. Но в каких-то территориях, где есть реальные проблемы с снижением, они просто незаменимы. Поэтому нельзя поставить их в B-тир, так как они, опять же, не везде нужны. Но в нужный момент они очень хорошо помогают, поэтому они точно должны быть где-то вверху. Опять же, в среднем в дивизии вы не хотите их добавлять. Но как только вы понимаете, что вам в будущем придется воевать в каких-то малоснабженных местах, вам очень стоит и рекомендуется поставить их в свои дивизии. Практически буквально во всех. Что в пехоту, что в танке. Особенно танки, потому что они снижают еще и потребление топлива. Топлива очень часто не хватает. Итак, ремонтная рота. Я бы назначил ее в D-тир. Она очень мало полезна в среднем, потому что на самом деле не особо снижает задраться снаряжение. Кроме того, она сама требует снаряжения. Но при этом можно найти применение в танковых дивизиях. Можно за счет именно этой роты делать свои танки с меньшей надежностью. Соответственно, вы повышаете вместо надежности какие-то другие характеристики. Именно из этого оно может быть полезно. Это очень низшее применение. В обычных дивизиях это точно добавлять не стоит. Следовательно, это где-то внизу. Но из-за того, что есть применение, это где-то по серединке, я бы сказал. Военная полиция. Примерно там же. Опять же, вы точно не хотите добавлять ее ни в какие дивизии, кроме гарнизонных. Причем надо понимать, что в гарнизонные дивизии вы хотите ее добавлять в очень плотные, большие дивизии. Чаще всего вы хотите просто забить полностью дивизию кавалерии, поставить туда военную полицию. И за счет этого сэкономить какие-то людские ресурсы и пехотные снаряжения. То есть в таких ситуациях она полезна, но в обычные дивизии вы никогда их не засунете. Вот рисована разведка идет тоже куда и броневики, потому что она дает большие бонусы к передвижению. На самом деле они могут быть полезны, если вам не хватит к передвижению, но объективно говоря, передвижение на сам бой не влияет. Да, оно влияет на какие-то окружения, где-то может стать очень важным, но в среднем это не так важно. Поэтому я бы сказал, что это нишевый батальон. Чаще вы хотите просто добавить в свою дивизию какую-то поддержку, которая добавляет ей конкретных статов. Туда же у нас отправляется радио. Очень большой у нас получился D-тир. Ну что поделать? Такие у нас батальоны. У нас очень много батальонов, которые слишком нишевые или слишком не сильно полезные. По крайней мере, на мой субъективный взгляд. Радио. Оно имеет применение в среднем, я бы сказал, в дивизиях каких-нибудь десантных. Потому что очень часто необходимо высадиться в нескольких провинциях и сразу же начать бой. И конкретно выбивать дивизии. В других ситуациях я не находил им особо большого и важного применения. Потому что, опять же, вы хотите засунуть туда какие-то характеристики именно к статам. Да, вы побыстрее выбиваете дивизии. Опять же, это полезно при выставках, как я и сказал. Но, кроме этого, они мало что дают. То есть, я бы их не добавлял в средней дивизии. Так, ПВО. С-тир на самом деле очень важный батальон поддержки. Во-первых, он снижает урон от вражеской авиации. Это очень важно. То есть, также он снижает дебафы от вражеской авиации. То есть, если у вашего врага есть воздушное превосходство, батальон поддержки этот снизит это. То есть, во-первых, он, как я уже сказал, противодействует вражеской авиации напрямую. Это одно. Он противодействует их дебафам. Это второе. Третье. На самом деле, они имеют не такие же плохие статы. Кроме того, они также добавляют противотанковую атаку и пробитие. То есть, очень даже полезный многогранный батальон. Вы хотите видеть его практически в каждой дивизии. Потому что, даже если вы контролируете небо, все еще. Воровские самолеты могут куда-то, в каких-то местах контролировать пространство. Все еще при бою в воздухе это поможет вам перелапливать сражение в свою сторону. Далее у нас противотанковое орудие. Это Б-тир. Противотанкового урона найти в игре сложно. То есть, не так много чего дает его. Поэтому, в целом, вы часто хотите поставить этот батальон в свои дивизии. Но надо понимать, что не всегда против вас будут танки. Следовательно, это не просто батальон, который вы везде хотите запихнуть. Потому что, если против вас нет танков, то он на самом деле практически бесполезен. Потому что, как исходит из названия, его основная задача убивать танки. Кроме того, часто вы хотите закинуть это не в поддержку, а именно единичкой в саму дивизию. Но это все ситуативно, смотря сколько вы хотите пробития, какие против вас танки, сколько вы хотите добавить на противотанкового урона. Так что, Б-тир вполне заслуженно, на мой взгляд. Артиллерия. 100% фест-тир. Просто куча статов, которые нужны практически любым дивизиям. Что танковым, что пехотным. Почти в любые вы хотите добавить артиллерию. Она доступна с самого начала игры. Дает хорошие статы. С-тир. И стала сереактивная артиллерия. Она очень схожа с обычной артиллерией. Но при этом я ее поставил все-таки только в С-тир. У нее есть один очень большой недостаток. Она открывается очень поздно. То есть вы ее можете начать производить только к 40-му году. Причем статы у нее не то чтобы больше, чем у артиллерии. Ей нужно покачать грейды. Артиллерия на самом деле вполне себе даже превышает по статам первую реактивную артиллерию. То есть, чтобы получить реально бонус от этой артиллерии, вам нужно ее прямо накачать. Другое дело, что если вы все-таки это сможете сделать и совместите ее с обычной артиллерией, вы получите очень много противопехотного урона. Поэтому все еще это где-то посерединке, но скорее C-тир. Потому что ее все-таки вы редко реально будете производить и добавлять. На этом я думаю все. Делите свои мнения в комментариях, если вы со мной не согласны или согласны. Если вы хотите задать какие-то вопросы или просто что-то высказать без проблем, можем поддержать диалог в комментариях. А если вы не подписаны, подписывайтесь обязательно, ребята. И до скорых встреч. Пока.